Диктатор, которого очень не взлюбили в Москве, 4 мая 1980-го скончался бессменный лидер Югославии Иосиф Брос Тита. Железной рукой он правил 35 лет. Югославский диктатор был сам себе на уме и категорически не желал становиться марионеткой Кремля, чем вызвал гнев Сталина. Только по приказу красного тирана на Тита было совершено более двух десятков покушений. Но лидеру Югославии удалось не попасться в капкан. Тита умер своей смертью в возрасте 87 лет. На самом деле покушение на диктатора – обычная практика. Существовала она и в Советской империи. Как пытались убить Сталина, Брежнева, Горбачева? Мог ли Лукашенко сымитировать нападение на себя? И как от покушений берегут Путина? Вот вам исторические факты. Покушение на Сталина. Действительно ли нацисты планировали убить кровавого тирана? Подбираться ближе, ближе, ближе к Сталину. Покушение на Брежнева и Горбачева? Достало обрезы, но он даже не успел его поднять. Два громких нападения на президента Грузии Шеварнадзе. Как его бронированный «Мерседес» обстреляли из гранатомета? И кто в 90-е организовал покушение на Лукашенко? Если бы хотели убить, то убили бы. Началось рукопожатие. 1969-й Советский Союз отмечает очередную победу в космосе, где встретились два корабля – «Союз-4» и «Союз-5». Через 10 дней их встречают в Москве. Вот генсект целуют космонавтов в аэропорту Внуково-2. После чего кортеж отправляется в центр и едет по Ленинскому проспекту в направлении Кремля. Легендарный советский автомобиль элит-класса. Его создали для передвижения компартийных боссов. Название придумали быстро. Если в стране есть автомобиль «Волга», то над ним должна парить «Чайка». Именно в такой «Чайке» и ехал генсек СССР Леонид Брежнев, когда на него совершили покушение. Прямую трансляцию с кадрами кортежа внезапно прервали. Через несколько минут иностранные станции сообщили – в Москве у Боровицких ворот стреляли в Брежнево. Космонавт Леонов – один из тех, кто пострадал во время нападения. Об этом случае он молчал долго, поскольку говорить о произошедшем ему строго запретили. Здесь пуля прошла, как и потом вышла пуля, задела шинель в районе груди. Вторая прошла пуля около живота, третья – со спины. Еще он секунды две стрелял. Вот мы на него смотрим, он стреляет. Нападающий целился во вторую машину, поскольку был уверен, что в первом автомобиле едут космонавты, а во втором – генсек Брежнев. Он достал два пистолета Макарова и по-македонски опустошил обе обоймы. Во второй машине ехали Терешкова, Леонов, Николаев и еще один из космонавтов. А Брежнев, он был в четвертой машине только. Через 40 минут в эфире показали невредимого Леонида Ильича в Кремле. Ему передали записку. Стрелка взяли, он был один, заговора нет. Дорогие товарищи и друзья. Стрелок Виктор Ильин – младший лейтенант советской армии, накануне сбежавший из части и прихвативший с собой два пистолета с патронами, чтобы убить Брежнева. Сделал вывод, что страна развивается не так, как нужно. Нет свободы, люди живут бедно. И он в этом обвинял в первую очередь руководство коммунистической партии. Эпидемия покушений на красных вождей началась с Ленина, которого подстрелила якобы СРК Фанни Каплан. В этой версии много неизвестного. И не исключено, что на самом деле покушение организовал Сталин, на которого тоже было несколько нападений. Конспирологическая история произошла во время Второй мировой. Немецкий самолет «Арада-332» летит на линию фронта в Смоленскую область. На борту диверсанты, которых нацисты хотят забросить на территорию СССР. Лидия Бобрих, по документам Лидия Шилова. Она прошла всего несколько курсов радистки. И Петр Шила, родом из Черниговщины. Но по документам он Петр Таврин, заместитель отдела контрразведки СМЕРШа. Он не был профессиональным диверсантом, это было вообще его первое задание. Петра Шила завербовали среди советских перебежчиков и начали готовить к нелегальной работе в СССР. Якобы на спецкурсах в Берлине его обучает сам Отто Скорцени, руководитель эсэсовских диверсантов и любимец Гитлера. Ты молодой, красивый человек. Это правда, на фото он так выглядит. Ты должен знакомиться с женщинами и использовать их в своих целях. С прислугой, с телефонистками, я не знаю, с машинистками, секретаршами. Подбираться ближе, ближе, ближе к Сталину. Диверсанту и его напарницы срочно готовят документы и трофейную одежду. Дают супероружие того времени. Несколько пистолетов с ядовитыми пулями, магнитную мину и два портативных бронебойных гранатомета. Они крепились на руках. Но в чем была ключевая проблема этого оружия? Оно не имело прицела. То есть фактически должен быть один единственный выстрел с максимально близкого расстояния. Шансов немного, как вы понимаете. По плану диверсанты должны были попасть в Москву на торжества с участием Сталина, где Таврин должен был его уничтожить. План провалился. Диверсантов арестуют. Они согласятся работать с разведкой НКВД. Младшего лейтенанта Ильина, покушавшегося на Брежнева, отправили в психиатрическую лечебницу. Освободят его только в 90-м. Он даже получит квартиру и пенсию. Это сразу же породило немало версий заговоров, в которых Брежнева хотел устранить глава КГБ Андропов руками Ильина. Эксполковник КГБ Геннадий Гудков лично работал в охране Михаила Горбачева. За безопасность советских ВИПов отвечало 9-е управление. Нередко кадры подбирали, учитывая привычки и нужды самих генсекам. К примеру, Леонид Брежнев любил плавать. В воде его сопровождало целое подразделение. Были там специальные подводные отряды, которые там обеспечили безопасность под водой. Не дай бог там кто-то боялся. А Михаил Горбачев, оказывается, боялся, что его отравят. Он не ел, не пил то, что там подавалось на банкете, фуршете. У него было свое питание, там чемоданчик. Известно об одном покушении на первого и последнего президента СССР. В 90-м на Красной площади. Хотя покушением его назвать тяжело. Буквально за мной, в 20-30 метрах, какое-то чудо в перех, извините за непарламентское выражение, достало обрез, но он даже не успел его поднять. Тут же был скручен. Коллеге Горбачева по советскому политбюро Эдуарду Шеварнадзе повезло меньше. Когда он стал президентом Грузии, на него совершили три покушения. Два из них едва не закончились плачевно. В 95-м, когда президентский кортеж выезжал из администрации, возле Волги Шеварнадзе взорвалась Нива. Президента задело осколками. После этого покушения министр иностранных дел Германии подарил Шеварнадзе бронированный 600-й Мерседес. В феврале 98-го кортеж президента в сопровождении спецназа возвращался в загородную резиденцию. В центре Тбилиси он был атакован, но бронированная сталь Мерса выдержала попадание из гранатомета. Шеварнадзе не пострадал. Кто заказал это покушение, так и осталось загадкой. В 90-х не избежал покушения и будущий белорусский диктатор Лукашенко. В июне 94-го, во время избирательной поездки, Мерседес кандидата в президента Лукашенко обогнал и прижал к обочине Форд, после чего из салона открыли огонь. Но Лукашенко отделался лишь легким испугом. Возможно, потому, что по одной из версий это покушение он организовал сам с помощью Кремля, чтобы увеличить шансы на победу в президентской гонке. Подполковник КГБ Владимир Путин по роду своей деятельности наверняка много знает о покушениях, поэтому и окружил себя целой армией охраны. Таким количеством не могут похвастаться все прежние хозяева Кремля. По наблюдениям бывших коллег Путина по КГБ ФСБ, он панически боится за свою жизнь. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свое. До сих пор у них это все неплохо получилось. Самолет Путина защищен от ракетной атаки, а его автомобиль может выдержать обстрел гранатометом и применение химического оружия. К тому же, по слухам, хозяин Кремля часто прибегает к услугам двойника. Но, как показывает история, даже самые строгие меры безопасности могут не помочь, если нити заговора плетут близкие соратники диктатора.